Особое мнение на 101FM Это очень интересный праздник Я бы такой праздник отмечал Выходным бы днем, чтобы счастье было как можно больше Я уверен, что счастье состоит из мелочей Из каких-то маленьких, по крупиночке По маленькой толике Давайте сегодня предложим каждому из нас Сделать что-то приятное для близкого человека Чтобы он стал немножко счастливее Помните, была песня, по-моему, Аллы Пугасевой Что такое счастье? Счастье это птица, которую упустишь и не понимаешь В данном случае у каждого есть такая птица И возможность ее удержать или ее отпустить Да, ну лучше, еще поговорка есть Лучше осениться в руках, чем журавль в небе Ну и так далее Давайте начнем с одной из самых больных, актуальных тем Острых, злободневных, последнего времени Каждый год мы возвращаемся к этой теме Я имею в виду состояние весенних дорог Вот сегодня на планерке у губернатора Александра Соколова Тоже эта тема звучала Он отчитал руководство снова и Кирово-Чепецка И Котельнича, и Налинска В городе Кирово В городе Кирово, да Тут Вячеслав Николаевич съездил на Донбасс С гуманитарной помощью Якобы пока его не было Вот такая ситуация у нас образовалась в областном центре Замы его не справились Не доглядели Снова у нас потоп Снова у нас Замы-то они есть вообще? Видимо, есть Раз кого-то поругали там Просто я не знаю, кто замы Да, снова у нас ночные заморозки Дневная плюсовая температура Дороги разрушаются Уже масса-масса сообщений, жалоб в социальных сетях Просто тают на глазах, да, дороги Задает... Вопрос закономерный, да, назревает Для чего мы огромные деньги ежегодно тратим По этой федеральной программе Безопасные качественные автомобильные дороги Когда у нас весной Все равно то же самое картина Яма на яме Ездить, ходить невозможно И с ливневой канализацией Опять вот такая беда Почему такой дежавю? До ливневой канализации еще не дошли Потому что еще она не так нужна На самом деле я бы тут две вещи заметил На самом деле ничего нового нет Каждый год Согласен Мы живем в таком климате Что утром у нас как бы подмерзает ночью А днем как бы все начинает таять Это помните как-то кто-то из руководителей Или даже сам руководитель Вологодской области Прямо сказал, что отторгает у нас земля дороги Асфальт, не приживается он у нас У нас, видимо, тоже такая же история Нет, это просто придуманная история Потому что мы знаем холодные страны Такие как Финляндия, Швеция Где почему-то природа не отторгает асфальт И вы говорите все правильно Что мы на самом деле очень много тратим денег Мы в этом году потратим на дороги В дорожном фонде У нас почти в общей сумме Где-то около 12 миллиардов В том году было 10 Но мы уже тысячу раз с вами обсуждали Что у нас деньги не Как правильно сказать Не тратятся Они осваиваются И, к сожалению, они так осваиваются Вот сейчас еще лишний раз Подтверждение буквально Сегодня зачитывалось заключением Контрольно-счетной палаты По проверке ВИАТ-Автодора Где окончательно все понятно Что на самом деле Полностью я сейчас подтверждаю Что деньги осваивались В интересах, как обычно Каких-то интересантов частных Но суть заключается в том Что дороги от этого, к сожалению От таких больших вливаний денежных Становятся не настолько лучше Что нам хотелось бы Хотя бы одну весну встретить Без этих разговоров Но на бумаге-то они, видимо, лучше становятся Потому что мы же все равно Отчитываемся И мы знаем Представители власти нам говорят Что у нас нормативное состояние Дорог год от года растет А тоже по заключению Контрольно-счетной палаты За, по-моему, три года Всего нормативка выросла Буквально на полтора-два процента Это при всех тех вливаниях Которые мы производим каждый год Я, если мне память не изменяет Помните, когда ввели транспортный налог Значит, на тот момент У нас дорожный фонд Где-то был около миллиарда Да, в том году уже десять Да, в десять раз Вы имеете в виду транспортный налог На уровне региона или что? Да, вот Когда он в дорожный фонд пошел Региональный Да, вот когда мы создали Это был, по-моему, 2009 или 2010 год Значит, когда мы начали Людей брать Это транспортный налог Потом туда еще вошел акциз Значит, и вот За десять лет у нас практически Бюджет вырос в десять раз Да, и если мы посмотрим По нормативу То процент увеличения нормативных дорог Он увеличился буквально на полтора-два-три-четыре процента То есть несоответствие, да? Ну, несоответствие Мы с такими деньгами даже не можем выйти Именно в эти дороги Которые являются безопасными Качественными и все прочее При всем при этом Если вы посмотрите Очень интересная динамика тоже идет Это буквально за 22-й год У нас количество аварий сократилось А смертность на дорогах выросла Да, то аварии стали более такие серьезные И очень много уносит у нас человеческий жертв Ну вот счетная палата российская Тут на днях буквально Там представитель ее высказался Что это одно из следствий ремонта дорог Дороги становятся ровнее, лучше Люди набирают большую скорость И, соответственно, более жесткие ДТП получаются Вот такое мнение Если сегодня мы пойдем там по федеральным дорогам Вот, допустим, сейчас я где-то видел От Москвы до Владимира И с Владимира до Нижнего там, да? Прямо показано буквально Два-три километра от трассы Где на обучении стоит Пять или шесть машин Которые переделывают колеса Да, это утро, это день Это фигурально В яму попали Конечно, они все перебортовываются Значит, у нас похожая ситуация есть В районе там Свичи Как его, Шабалино Когда идешь в сторону Костромы Если Ну вот на Слободской сейчас люди жалуются На Слободской точно такая же, да То есть одно дело, когда ты едешь днем И совершенно другое дело, когда ты едешь Поздно вечером, когда уже темно Да, то вот вам вся аварийна Залетаешь в какую-то большую яму Пробиваешь колесо И летишь уже непонятно куда То на самом деле Это вот как бы знакомая вся история Мы очень много об этом говорим На протяжении большого количества времени Но ничего не меняется Точно так же, как и меняются У нас главы администрации города, да? А наладить уборку тротуаров И города Очистку от снега и от гололеда Практически ни один не может При всем при этом Мы с вами тысячу раз говорили Что деньги тоже вроде как бы вкладываются большие К счастью, мы живем в 21 веке Где есть современная техника Которая обеспечивает Более качественную и быструю уборку Тротуаров и улиц При этом я вам скажу Что есть города, где с этим справляются В Российской Федерации В существующих бюджетах Конечно, конечно Ну, наши же чиновники городские Они же говорят по-честному Что нам существующих денег не хватает Надо намного больше, чтобы поддерживать В хорошем состоянии зимой Но я вам скажу, что есть города с большим бюджетом В таком же состоянии, как Киров И есть с меньшим бюджетом Или с таким же И в принципе все работает То есть дело в администрировании? Я думаю, что да Это основное управление Я думаю, что это административное управление И насколько профессиональные люди Возглавляют те предприятия Которые за это отвечают У нас, к сожалению, в дорожной отрасли Практически за последние там Особенно пять лет Все были оттуда профессионалы выгнаны Значит, набраны какие-то непонятные люди И, в общем-то, вот то, что мы сегодня видим Даже по Вятавтодору или там По ГДМСу говорит о том, что, в общем-то, сегодня там, ребята Ситуация тяжелейшая И мы можем прийти к такому, что даже То, что сейчас делают там на дорогах Вятавтодор через полгода Он не сможет это сделать Потому что износ техники почти 80-90% Что делать-то? Куда давить? На какие рычаги воздействовать? Ну, вы знаете, еще раз Конечно, как бы сегодня Можно что угодно говорить Тучать там, как бы, кулаком по столу И поэтому, ну, надо принимать те меры, которые позволяют сегодня Значит, или полностью, как бы, уйти к частникам И с них требовать качества При этом мы точно там понимаем с вами То есть конкуренцию развивать? Конечно, конкуренцию И, смотрите, у нас же есть с нами Гранична две Одна республика, другая край Пермский и Татарстан Там нет никаких муниципальных и государственных предприятий По дорогам Там работа от частник И задача власти просто контролировать это все И требовать, и заставлять И заставлять выплачивать штрафы Если они не справляются Как бы, а есть, где полностью все ориентировано На госпредприятия Вот это как в Кировской области И, в общем-то, то, что сегодня произошло Вят автодоре, ГДМС и вообще в дорожной отрасли Является краховым для Кировской области Печально Ну, это печально, да Потому что, в принципе... Страдаем-то мы все из этих непонятных взаимоотношений Это как бы, у нас очень иногда люди не понимают там следствие и причину Ну, всегда есть причина, и потом получается следствие Или есть следствие, и получается причина То здесь, на самом деле, следствие, которое привело к причине И сегодня говорить там, что это там нас не интересует Нет Если где-то воруют, поверьте, что это воруют у вас Другого варианта нет А ливневая канализация Вот у нас два периода в году, да Снеготаяния сейчас весной И летом, да, у нас когда ливни идут Огромные лужи, моря у нас развиваются Да, надо признать, что городская администрация там потихонечку движется Они участками занимаются реконструкцией ливневки Там более широкие трубы укладывают и так далее Но вот на днях стало известно, что общественники Якобы вплоть до губернатора хотят дойти, обращаться Чтобы как-то помог с созданием программы Чтобы масштабно заниматься реконструкцией ливневой канализации в областном центре Ну, вы знаете, вот слово масштаб Как бы это такая очень опасная история Я бы хотел, чтобы, наверное, люди уже стратегически начали думать И за какой-то период времени ставили цели и задачи Знаете, как раньше в советское время были пятилетки Чтобы эту проблему решить Пятилетку за два года За два года, ну, а если они сделают за три То, что мы запланировали за пять Это было бы прекрасно Но кроме как разговоров Каждого еще раз главы администрации По этим ливневкам и по решению проблемы До сих пор она так и не решена Значит, если мы говорим о том, что Это вопрос, на самом деле, очень сложный И, главное, финансовый То, наверное, при сегодняшней ситуации Рассчитывать на глобальную какую-то решение проблемы По ливневке очень сложно Потому что, ну, мы сегодня видим, что бюджеты начинают Очень сильно проседать И когда другие города делали ливневки Делали набережные И делали красивые города Когда в стране было много денег Город Киров, он занимался теорией И, значит, или воровством То в данном случае мы потеряли то время Когда можно было многое, что сделать в городе Потому что в стране и в бюджете областном и городском Были деньги Сейчас немножко ситуация сложена То есть теоретически В бытность главой города Быкова Быкова Владимира Можно было заниматься ливневкой Вообще считается, что вообще Как бы самое благоприятное время Вообще в стране Вот рассвет ВВП Когда денег было много Когда нефть была высокая Когда не было санкций Это 2006-2016 Вот эти 10 лет Которые, в общем-то, и определили Вот посмотрите по нашим соседям Это Казань, это Ишкарла Это Чувашия, Удмуртия Все эти города И наши соседи Очень резко этим воспользовались И, конечно, за это 10 лет Они много что сделали Приятного И в то же время Создали условия Для качественной жизни В этих городах В этих республиках Областях Для того, чтобы удержать молодежь Значит, это же была стратегическая задача С которой мы в том числе Тоже не справились Но есть надежда Надежда умирает Надежда теплится У нас же тут знаковая дата 650 лет городу Может быть, в связи с ней Мы что-то сможем сделать прорывное Знаете, Владимир Как бы мы Если память не изменяет Еще при Никите Белых Начали говорить о подготовке К 650 лет Вообще президент Путин Указ подписывал в 2012 году В сентябре Да 11 лет назад В принципе, у нас за 11 лет назад Кроме разговоров Никуда ничего не вышло И то, что сейчас Там уже действующий губернатор Пытается это как-то Поднять и запустить Но, конечно За один год Очень сложно будет Сделать все те вещи Которые бы планировались И которые хотели бы Но, как бы Какую-то часть, наверное Что-то приятного Для кировчан За эти полтора года Должны что-то сделать Но я, по крайней мере В это надеюсь И есть определенные проекты Очень интересные По качеству Там Жизни в городе И это связано И с тротуарами И связано с парками И скверами Но сейчас не будем Выдавать все тайны Потому что, ну Боюсь, что может быть Что-то и не срастется Но, по крайней мере Желание сегодня Вот у первого лица В области Такое есть Справится ли Подчиненное Это уже другой вопрос Я напоминаю Что мы беседуем С Дмитрием Русских Депутатом областного Законодательного собрания Еще одна тема Тоже Активно Активно Попала в информационное Пространство Мы же неоднократно Обсуждали В нашей студии Это новые Ограничения По продаже спиртного То, что у нас С 1 марта Вступило в силу Во-первых Там заведение Общепита С площадью зала Менее 50 квадратных метров Но это удар Изначально планировалось По так называемым Наливайкам Разливайкам И так далее И второе Это объекты Которые расположены В многоквартирных Жилых домах И были переведены В свое время Из жилого В нежилое Что вышло на деле Вроде как Изначально Хотелось бороться С вот этими Магазинами Формата 24 часа Которые и в урочное И в неурочное Время торгуют спиртным Но оказалось Что у нас Очень много В городе Позакрывалось Сетевых магазинов С известным названием Красное, Белое Брестоль и так далее Потому что они Как раз В многоквартирных домах Небольшие магазинчики Что вышло Как вы вообще Голосовали В свое время Голосовали Да, мы за это Голосовали На самом деле Этот закон Уже как бы Вступил в силу С 1 марта Начало было Еще положено По-моему В 21 году В конце На сайте правительства Вообще писали Что с 15 года Обсуждение Ну оно обсуждалось Активно Значит Я бы как бы разделил На самом деле Тут есть Две проблемы Первая проблема Это Ну наверное Это не самый главный Фактор борьбы с пьянством Ну потому что Так вопросы не решают Я считаю Что это глобальная Стратегическая борьба Она должна проходить Ну совершенно по-другому То есть вы не согласны Вообще с таким шагом Как закрытие Я по запрету Не считаю Что это помогает Борьбе с алкоголизмом Ну в каком-то плане Значит Здесь вообще была другая Здесь был общественный Общественный запрос У нас было Очень много обращений Людей Которые живут В больших Вот этих многоэтажных домах Где находятся Все эти заливайки Распивайки И все прочее Там да И мы там четко понимали Что их очень много Это большинство Это особенно касалось района Филейки Это юго-запад Это дружба Значит Где Ну где на каждом углу Вот это все происходило И это выглядело Совершенно ужасно И мы понимали Что там Очень большое количество Наших избирателей Кировчан Ну не хотят с этим жить Потому что это невозможно Я сам выезжал Несколько мест И видел что происходит Но это конечно Полный ужас При всем при этом На тот момент Даже там Желание органов МВД Этим заниматься Все равно их не хватало И они с этой не справлялись И на самом деле Этот закон Очень Они позитивно восприняли У нас было совещание Даже С ОМВД По Кировскому С руководителями Да Значит Все сказали Что конечно Это шаг вперед И это на самом деле Очень Закроет много проблем Которые сегодня возникают Значит Здесь вообще никаких вопросов нет Да Значит Но Как обычно У нас знаете Бывает Хотели как лучше А получилось как всегда Да При этом Виктора Степановича вспомнили Да Виктор Степанович Черновызин Который очень Всегда Очень ярко это говорил И в этом варианте У нас получился Следующий формат Что появились уже Допустим Вот к примеру Там ЖК Алая паруса Где находится большой магазин И торговый центр Перекрестка Значит Вот там жильцы Наоборот писали о том Что в принципе Как бы они не понимают Почему их магазин Который в общем-то Никакого отношения Там не имеет К дому Он заходит в центральную улицу Но так как он находится Именно В формате Как он называется И попадает под закон Этот цокольный этаж Цокольный Да Значит То в принципе Он уже С первого марта Должен был прекратить Продажу алкоголя И тогда вопрос Сеть эта пятерочка И перекресток Поставили вопрос Что если Как бы этот магазин Не будет Торговать алкоголем То вероятность Что он закроется Очень велика Потому что Ну в принципе Мы сегодня понимаем Что основные продажи Делаются на пиве И на алкоголе Ну да Мы с предпринимателями Как-то разговаривали На эту тему Да Исключив из-за своего Ассортимента Алкогольную продукцию Рентабельность Падает практически в ноль И мы понимаем Что в принципе В таких же ситуациях У нас находятся И все рестораны Кафе и бары Потому что в принципе Это вот Ну как бы Есть та часть Которая приносит Основной доход Значит И здесь столкнулись Уже с той проблемой Которая там Возникла уже По тем магазинам По которым вы говорите О которой в общем-то Значит Как бы Цивилизованная Вроде там Да И там И продуктами они торгуют Да И тоже Люди Вы участвующие В нашем обсуждении Да Говорили о том Что там Наплевать на алкоголь Продукты ходят Покупают люди Да Продукты ходят Всякие акции Скидки и так далее Значит Тут вопрос Тоже возник очень серьезный И насколько я знаю Что весь март Фактически идет Как бы Штурм Этих всех проблем В правительстве Кировской области Значит Вплоть до того Что я так понимаю Что самое Высшее руководство Области встречалось С сетями Значит Они обсуждали То есть сетевики пошли Да Пошли Инициировали Инициировали Эту встречу Значит И я так думаю Что где-то до конца марта В начале апреля Выйдет какой-то Поправки по закону Которые где-то Что-то будут корректировать Значит Пока точно сказать не могу Потому что до нас Это не дошло Но это готовится В правительстве Кировской области И мы наверное Увидим какое-то решение Которое даст Наверное Возможность Таким Как сказать Правильным магазинам Остаться на своих местах И продолжать работу Но это все В процессе обсуждения Я пока не очень могу Сказать как это будет Регулироваться Но вернее всего Что это квадратными метрами В зависимости Сколько квадратных метров Находится Магазин И там Его доступность И от детских садов От школ и всего То есть по вашей информации Это через правительство Да Через исполнительную власть Пойдет Я думаю что поправки Поправки будут принимать ЗАГС собрания Значит Но вернее всего Что с инициативой Поправок выйдет Правительство Кировской области Ну они прорабатывают Эту тему уже два месяца Мы знаем что есть Жалобы и со стороны Малого и среднего бизнеса И кстати Как я вам сказал Про ЖК Алые паруса Есть обращение граждан Значит Потому что многие писали Даже что они покупали В этом ЖК комплексе Потому что там было удобно И тут магазины И все как бы Далеко ходить не надо Далеко ходить не надо Вся инфраструктура рядом Ну как бы Тут знаете как Я не помню ни одного закона Который как бы На сто процентов Всех устраивал Точно такая же история Здесь есть люди Которые устали с этим жить В своих домах И там Ну И где я был Там просто ужасно И там продавали Что попало Значит люди ходили Такой странной Как бы Социальной ориентации Значит при этом Как бы Это видели дети Это тут Кругом мусор Грязь И есть Другие более Все мы взрослые люди понимаем Да Когда дело касается алкоголя И его Там неуемного потребления То понятно Во что Здесь есть проблема И вот задача сегодня И правительство И депутатов Найти именно тот вариант Чтобы все были По крайней мере Ну Удовлетворены То что произошло Ну вот ваш коллега По городскому парламенту Владимир Журавлев Приводил тоже у нас В эфире пример Улицы Советская 90 или 91 По-моему Там пятерочки Пришли закрыться Потому что по документам Она Цокольный этаж Цокольный этаж Придем Алкомаркетом Потому что в данном случае Все равно Это должны быть Отдельные помещения Отдельные магазины С определенным графиком работы И Желательно вынесенные Куда-нибудь Нет Допустим Я вот смотрю По Швеции В Стокгольме Там очень просто Все Они никуда не вынесены На окраине Как многие предлагают Они есть в городе Их довольно-таки много При этом Их полностью Контролирует государство И они Относятся к государству Значит Но это есть Определенные Отдельные магазины Куда только заходят За алкоголем Значит При этом Там есть график работы Там он не работает Такие это выходные дни Там точно не пустят Там 16-17 летних Да Но мы все равно К этому рано или поздно Придем То все равно Из продуктовых магазинов Все равно Алкоголь рано или поздно Выносить Да Выносить в отдельные Торговые точки Дмитрий Русских Мой собеседник В программе Особое мнение Мы сейчас прервемся На небольшую рекламную паузу Через полторы минуты Продолжим нашу беседу Особое мнение На 101FM Продолжаем Мы с Дмитрием Михайловичем Русских В перерыве обсуждается Новое антилогогольное ограничение Не можем понять С форматом 24 часа Там мини-маркетами Что-нибудь произошло Закрылись Или не закрылись И вот Вы же знаете Да Эту точку зрения О том Что А неужели Сейчас у полиции Нет реальных рычагов Закрытия этих заведений Они же туда регулярно С рейдами наведываются Да Мы регулярно читаем Эти новости Зашли Изъяли столько-то продукции Написали Материал Составили Все И вот Это уже много лет продолжается В одни и те же точки ходят По большому счету И штрафы даже не помогают Да Ну Значит не работает Не работает Ну Надо сейчас смотреть Как вот этот закон С 1 марта Который Ну Мы примерно понимаем позицию Там по основным крупным магазинам Да Вот то что мы сейчас обсуждали Надо посмотреть Как эти 24 часа Себя будут чувствовать Мы знаем Как чувствуют те магазины За которых там Кировщане переживают Потому что они Ну вернее все что закроется Значит Ну пока не понимаем Как чувствуют себя Те магазины Против кого этот закон Был в первую очередь Обращен Перейду к теме опроса Меня результаты Честно говоря Дмитрий Михайлович Поразили Сервис Headhunter Тут В районе 8 марта Проводил этот опрос По итогам Этого социсследования Оказывается 32 процента Жителей нашей области Хотели бы уехать Жить в другую страну А еще 28 процентов То есть еще практически Треть В другой регион Получается Две трети Да Получается две трети Около двух третей Жителей нашего региона Рады хоть сейчас бы Сменить постоянное место Жительства Мы говорим о том Что нужно делать Привлекательным регион Для жизни Для детей Для молодежи Для взрослых Уже много-много лет Эти разговоры продолжаются Вот такие результаты В первую очередь Да Простите Перебиваю В первую очередь Люди Жалуются на Низкие зарплаты Ну это как факторы Знаете как То есть ничего не меняется тоже Как в офисе фильма А политично рассуждаешь Однако И не патриотично Почему это Это вот факты такие Это цифры С которыми там Никуда не денешься Они для меня Неудивительны Потому что мы видим По оттоку Из Кировской области За последние пять лет Насколько отсюда Много уезжает Молодежи Особенно Значит это говорит о том Что мы много что Говорили об этом Но ни разу ничего не сделали И в данном случае Это показывает о том Что как бы вот сейчас Ну вот Мы как бизнес Предприниматели все Наверное я думаю Что и государственная служба Сталкивается С полным С полным голодом кадров Фактически Чтобы сегодня найти Каких-то Хорошие кадры Или Или каких-то Специалистов Но это Практически проблема Сегодня практически В городе нерешаемая И она становится С каждым годом Все сильнее На ваш взгляд Прям всех сфер Практически всех Я даже тут удивился Что мне тут жаловались Ребята Которые там Работают на мойке Машины моют Что у них точно Такая же проблема А я говорю А куда мойщики-то делись Те которые у вас были Ну вроде хорошие ребята Все были Они говорят Они все уехали в Москву И они зарабатывают И тоже на мойке И тоже на мойке И за две недели Они зарабатывают больше Чем они тут зарабатывают За два месяца И как бы Но это на самом деле Сейчас касается уже всего Ну в администрации Областного центра Тоже видимо кадровый голод Там давно кадровый голод Вячеслав Николаевич Тут писал в телеграм-канале О том что кадровый резерв В городской администрации Давно кадровый голод И мы видим по городу Это там Это все началось Ну как бы Я думаю что еще С приходом там Господина Быкова И вот это так все развивалось Значит И эта проблема На самом деле большая Значит Основные факторы здесь Наверное основные Это то что там Они пишут что нет Тех зарплат которые бы Они хотели Хотя я скажу что За последние два года В Кирове зарплаты Довольно-таки сильно подросли Особенно в бизнесе Потому что Отсутствие кадров Приводит к повышению зарплат Потому что А где их брать Ну как бы И приходится что Кто остался Приходится их перекупать То есть руководители идут Да Не только руководители Я думаю что Руководители в бизнес идет на это Да Потому что понимаешь Что других кадров нет вообще Значит И тут дело даже Не только в одних зарплатах Я бы тут еще сказал Это комфортная среда городская Это как бы Отсутствие в нашем городе Как таковых условий Для жизни Особенно молодежи Там Куда детей повезти Куда сходить Садик секции Да секции И так далее Значит Плюс конечно Очень важно всегда Это комфортная среда Да Вот это парки Скверы Дорожки Там Да Ну мы живем же в 21 веке И когда Там семья едет там Допустим В Ишкарлу Или едет в Казань И не дай бог Доедет до Москвы Там да Она увидит Громаднейшая Громаднейшая проблема Вплоть до того Что может быть И деньги будут А делать это Будет некому Создание пешеходной улицы В Кирове Хоть сколько-то Но привлечет внимание Нас Гостей города Ну вы понимаете О чем я говорю В ДПП вышла с инициатива И улицу с Пасхой По выходным По выходным И праздничным Смотрите Как бы Ну это такой первый Какой-то Такой маленький звоночек Там да Что вот мы хотим Что-то сделать Но единственное Чтобы вот Мне кажется всегда Что это должно быть Как-то увязано В какую-то стратегию Вот сначала так Потом так Потом еще вот та улица У нас будет там Такая особенно Здесь мы сделаем Парковую зону Ну как бы должен Какой-то комплекс быть Я тут недавно сказал Тут-то речь идет О полноценном Туристическом маршруте Чтобы там выходить На набережную Мы все попытаемся Сейчас какой-то Туристический поток Развернуть в Кировскую область И у меня всегда вопрос А мы своим-то даже Жителям что можем Из туризма предложить У нас даже у города Сегодня нет Своего загородного парка Вот у нас есть Заречный парк Который всеми брошен И в общем-то Имеет 260 гектар Прекрасного леса И земли там И он до сих пор Не работает Там ничего нет И мы куда не пойдем Там везде Я тут недавно Зато как чиновники Устроить и сразу Ну на самом деле Это я написал Потому что там Стали быть ограничения По парку Я написал в прокуратуру Потому что там Начали устанавливать заборы И запреты на прохождение По территории Это законом запрещено Это законом Потому что это Общедоступная территория Это делать нельзя Мы не против того Что там кто-то что-то делает И дай бог Это будет там Прокат лыж Или велосипедов Или там кафе какое-нибудь Но нельзя Ограничивать передвижение людей Там еще тем более Есть один участок Который также огорожен Самый центральный Значит И я тут Понял что в данном случае Начали разбираться А у нас даже в городе Главного архитектора Нет уже 5 лет Да вот Как мы готовимся К 650-летию города Мы хотим сделать город красивый Без главного архитектора Но извините Но это невозможно Так мы ничего строить то нового Не хотим вроде Зачем нам главный архитектор Подожди Даже для того Чтобы все привести в порядок Выбрать цвет Какие должны быть Как бы дома цветом Какая должна быть реклама Какие должны быть парки Скверы Какого цвета Как это все Но это должны заниматься профессионалы А у нас сегодня один Закопал другой Подстриг И непонятно Это хаосный какой-то подход Тут подасфальтировали Там все развалилось Но так не бывает То конечно Как бы В городе должен быть хозяин Должен быть главный архитектор Который видит этот город На 20 На 30 На 50 лет вперед Вот жизнь как сегодня Это одним днем Это путь в никуда На самом деле И мы в этот путь уже давно идем То надо решить сначала Основные кадровые вопросы Нужен руководитель Нужен главный архитектор Нужна команда И нужна идея И должен быть какой-то план развития города Куда мы вообще идем Ну вот недавно приняли ведь Программу строительства областную Вы с ним знакомились? Я с ним знакомился Довольно смелые вещи Масштабные Ну там единственный смелый Что там вопрос Что будут строить Там они жилья До одного До одного миллиона квадратных метров У меня вопрос А кому продавать-то будете Эти миллион квадратных метров? Ну да какая-то несбыточная Если мы у нас Мы сегодня видим Что у нас все бегут И по вашей Условию предыдущую Учитывая предыдущую А не миллион квадратных метров Кому будут продавать? Бабушкам? Нет бабушкам Не надо у них все есть То в данном случае На самом деле Очень много вопросов И это на самом деле Непростой труд Этим надо заниматься В этим надо погружаться И конечно Чтобы получить результат Надо очень долго работать И именно не языком А головой Вот это главное Минутка у нас остается Какую-то большую тему Уже не успеем затронуть Ну вот в частности Коротенькая темка Сегодня коммерсант С утра написал О том что в администрации президента Порекомендовали сотрудникам Отказаться От яблочной продукции От гаджетов Марки Apple Сколько лет Мы уже пытаемся Чиновников перевести На отечественные гаджеты На отечественное Программное обеспечение С 14-го года Когда вот эта вся волна пошла Ну да Я думаю с 14-го года Не знаю По какой-то причине Я вижу Что большинство чиновников Как ходило Так и ходят Ну так надо На что-то Российское переводить Чтобы показать Всего мира Что мы тоже можем Тогда должно что-то Быть создано Российское Чтобы все на него Порезошли И главное Чтобы он по качеству И по услугам Не был хуже Того От которого пытаются Ну предлагают От которого отказаться А то мы как-то Все читаем В последнее время Там вбухали Столько-то миллиардов Там в создание Того же отечественной Поисковой системы Но она почему-то Заглохла Ну я помню И Чубайс Рассказывал Про какой-то компьютер Или телефон Я сейчас не помню Какой-то супер-супер Современный 15 секунд Точно никто не видит Вот на такой ноте Заканчиваем Сегодняшнюю программу Особое мнение Благодарю Дмитрия Русских Да, все спасибо всем Но все равно Все будет хорошо Рано или поздно Со всемирным днем счастья Да, сегодня день счастья Всем большого счастья До свидания Человеческого Особое мнение На 101FM